Привет! А я с микрофоном. Теперь меня будет хорошо прихорошо слышно. Точно так и есть? Короче, проверю потом. Я сначала тут что-то начала включаться, выключаться. В общем, я сегодня опять с вами делаю всё. Я буду сейчас одевать линзу. Одну. На какой глаз одеть? А я не знаю. Как сейчас линзы, смотря, возьмётся, так и одену. Вообще, я почему-то люблю на лево одевать, но у меня линзы как-то всё время сворачиваются. Они такие тонкие, блин. Так, сделаю паузу. Я такая сосредоточная, не могу ничего говорить, ни о чём ковыряюсь тут с этими линзами. Хочу смотреть. Получилось всё довольно-таки быстро. Сейчас я ещё раз вам покажу, как я два линза. Ну, кто-то не видел. Так, берёшь глаз. Блин. И чё? Решёл научить. А она тут у меня свернулась в трубочку. Ну, так иногда. Ну, не в трубочку, но вот так. Иногда так получается. Дубль два. Чё? Получилось вроде, да? Да, я вижу. Я вижу, я зрячая. Я всё при всё вижу. Так, ну, теперь. Теперь мне надо накраситься, потесаться. Почему? Что за праздник, спросишь-то? А у нас вчера была баня. Ещё я вчера подумала, я вот вам всегда рассказываю, когда жалуюсь, что-нибудь сын там не слушается, что-нибудь такое. А на самом деле, вот мы с сыночком поговорили позавчера с мужем вместе. А вчера он нам сделала баню. Ну, конечно, Костя помог, но и Дениска молодец. Сам пошёл в воду на аллее. Интересно. Вам меня сегодня нормально слышно? Так вот тихо я говорю. Я люблю тихо разговаривать. У меня свой голос тихий такой. И обычно, когда я видео записываю, то я стараюсь повышать голос громкий. И потом на видео слушаю, это как бы не мой голос. Мой голос вот такой, тихий. И когда я голос повышаю, он меняется, становится хуже. Мне он не нравится. Поэтому я, наверное, если будет слышно в записи, потом посмотрю вот эту запись, то я буду вот так разговаривать, буду заморачиваться с микрофоном всегда, потому что, ну, мне так комфортно разговаривать. Вот когда ко мне кто-то приходит в гости, или я прихожу, то я вот так разговариваю. Я не кричу, не напрягаюсь. Кричу я только, когда меня не слышат. Так что вот. Ещё сынок со мной вчера козлят носил под козочек, надавильный станок помогал мне. Правда, потом ругался, что он был весь в волосах по их. А ещё тесто мне не сил помогал. Вот. Так что сынок хороший. И всё в наших руках, в наших сердцах. Когда бывает иногда как-то попросишь что-нибудь, откажет сначала. И лень как-то, лень дальше разговаривать. Какая-то раздражительность начинается, не хочется там просить, что-то объяснять. А ведь надо это делать, надо. Да, Вестенки-малятишки? Так, я пошла за косметикой. Я пришла. Вчера сушила голову после бани. Укладывала. Что-то вот так в разные стороны. По-новому шаль сушитель. Просто воском вот этим опять помажу. Всё нормально будет. Всё, посмотрим. Микрофон холодный. Думаю, прохладенько немножко. Так что давайте девчонки красятся. А, я сегодня смотрела немножко сама с утра видео. Девчонки все такие накрашенные на своих видео. Красотки такие. Некоторые вообще веселятся, делать нечего. Карантин, день такой-то. У нас пока карантин мы не ощущаем. Единственное, что у нас были раньше такие загоны. Нам когда что-нибудь накапливать, что-нибудь надо купить, там что-нибудь надо делать. Я список пишу, пишу. Потом мы едем в Северскую. Это у нас соседняя станица. Она находится от нас 15 километров от нашего села. Но если ехать по нормальной дороге, то ещё 5 километров до центра нашего села. То есть 20 километров надо ехать. Ну и там ещё по той станице, может быть, не знаю сколько километров. 2-3 километра, я что-то не знаю. Где ещё видно? В зеркале или в телефоне? Одинаково видно. Ну, короче, мы вот обычно в список пиши и не едем. А сейчас пиши список, не пиши список. Поехать мы не можем. У нас даже выставили пост ГАИ там или кого на объезд в село со стороны. Ну, со стороны Адыгеи. Даже говорят, что что-то там где-то нашли. Да вообще не впускают под никого. Адыгеи не пускают, и к нам из Адыгеи не пускают. У нас с одной стороны проезд через Северскую. Ну, там тоже потом через Адыгеи, если в Краснодар ехать. А с другой стороны с Адыгеи заезд. Вот так. Так, знаешь что? Моё видео будет что-то показаться. У меня с тобой даже все мысли пропали. Сделаю-ка я паузу. Любовь сама такая. Такая, да. Вы знаете, мне надо с вами потяще встречаться. Нельзя пропускать. Вот как только я пропускаю наши встречи, я пропускаю процедуру. Вот сейчас я вспомнила о том, что сывороткой я протирала два раза. Вот видите, брови опять поднимаю. Ну ладно, я конечно не так красотка. Но все равно, когда мы вместе, то утро начинаем. то я о себе заботюсь. Ухаживаю, красоту навожу. Что-то разложился в разные стороны, ничего не найдешь. Давайте красьте. Девчонки, мальчишки, можете пойти пока покурить, если у кого есть вредные привычки. А лучше, конечно, бросайте бредные привычки. Я вот бросила и очень рада этому. Вот как красиво оттеняет зеленое платье мой цвет. лица. Но у меня зеленое лицо. Сейчас накрашусь. Будет не зеленое. Начну с румяной. Буду сейчас румяной. Кузька петь, кто это? Чего будет тепло. Вот так я румянусь. Записываю, думаю, будет звук или не будет. Озвучить я, конечно, это уже не будет. Вот что с микрофоном еще бывает. Я снимала видео на другом канале, где нравится. Переезд на юг деревню. И у меня там микрофон то отвечал, то вообще звук пропадал. Я даже пришлось потом озвучивать и тратить на это время. А так все хорошо говорила во время записи видео. Так хорошо все рассказывала. Вот так вот. Мой хороший. А ты сейчас что делаешь? Я украшусь. Некоторые видео выкладывают и пишут о чем видео. Мне же, чтобы написать о чем видео, мне же надо его пересматривать. Я же болтаю и болтаю. А потом я же даже не помню, о чем я и говорила. Потому что я просто болтала. Поэтому я пишу болталка. Поэтому и получается. Есть все время послушать мою болталку. Заходи. Нет? Не заходи. Я не жду от вас звезд с небес. А знаете, что я от вас жду? Что я имею ввиду под звездом с небес? То, что я не жду, что вы будете смотреть мои видео, слушать их от начала до конца. Я просто жду, что вы подпишетесь. Я хотела бы на этом канале делать стримы. То есть выходить в прямой эфир и вот так болтать. Ни о чем. Просто ни о чем. Но для этого мне надо тысячи подписчиков. Может еще что-то надо. Я не знаю. Просто на другом канале у меня есть вот это вот. Тысячи и все такое. Бабусики. Но я там себе так не позволяю себя вести. Теперь, когда у меня есть этот канал. Там я просто только зовут Лена. И я считаю, что это правильно. Что я разделила вот так это. Вот. А тысяча подписчиков мне нужна, потому что я попробовала делать стрим на телефоне. Программа там какую-то установить. У меня ничего не получилось. Так, если бы я захотела, у меня бы конечно получилось. Ну, уже лучше получилось бы. Но это надо затратить на это время. А это то, чего у меня всегда не хватает. Даже сейчас. Когда у людей карантин. Они маются от безделия. Не знают, куда себя вести. Я знаю. Что мне куда-то зеркало сделать такое, которое увеличивает. Вот. Ну, так смотри прикольно. Ты как-то по-разному накрасила глаза, да? Тенями. Да, пофига. Я же не на слайде, на свою собственную собираюсь. Так, брови надо нарисовать. Так, брови надо нарисовать. Хотела бы я сказать. Сегодня будет длинное видео. Но у меня на это нет времени. Длинное видео. Нас там уже идут во дворе. Да, да, правильно думаешь. Все ты знаешь. Они, козы-кодлята. Знаете, я бы тоже хотела вязать. Мне нравится вязание. Я бы хотела... Да много чего бы я хотела. Ну блин. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну что, блин, а то блин. Есть антонета. Или это. Вот так вот я еще делаю. Ой, блин, блин, блин. Последние реснички. Леночка. Леночка, Леонора. Я сегодня смотрела у тебя видео все твои. за несколько дней. Не, ну видео классные, прикольные. Мы угорались, мы же вместе. Ну ты знаешь. Да то у тебя сейчас мало там подписчиков. 52. Просмотров мало там. 1, 2, 8 на каком-то видео. Но когда-то у тебя будет там тысяча подписчиков. И будет у тебя монетизация на канале. Часы наберутся. Так вот я тебе скажу, что если будет у тебя вот такие видео меньше 33 секунд. Короче, надо, чтобы было 34 секунды как минимум видео. То эти видео не будут монетизироваться. Почему? Потому что там не вставляют рекламу. В общем, не подлежат этой монетизации получается. А видео-то у тебя прикольные. Будут их смотреть люди. Ну, с другой стороны они могут быть, конечно, как замануха. А потом будут и длинно смотреть. Ну, короче, это я тебе так делюсь опытом. Думаю. Вдруг ты не знаешь. Теперь ты знаешь. Это я как подружке рассказываю. Ой, девчонки мои, подружки. Я так рада, что у меня есть. Особенно сейчас вот, когда карантин. Ну, мне-то и так я никогда в гости не хожу. Почти в последнее время некое. Потому что... Ну, вот сейчас, когда карантин и ходить ни к кому нельзя. Мы с вами вот так общаемся. Друг другу ходим в гости, когда есть время. Вы заметили, как я хожу. Я не хожу, не хожу. Потом раз захожу и... Несколько видео могу за один день посмотреть. Не всегда комментарии оставляю. Ну, потому что... Когда-то есть возможность, а когда-то нет. Так что, знаете. Вот Юлочка тоже я видео смотрю. У меня, когда бывает сильно что-то зацепит, я тогда пишу. А когда нет, то могу и не написать. В общем-то я хожу не для того, чтобы ко мне пришли. К вам. Кого я смотрю действительно. Поэтому... Я не запариваюсь на эту тему. Пишу, не пишу. Не хотелось, не писала. Не хотелось, не написала. Не записала, не написали. Какие красивые становятся глазки. Да, он один готов. Я, кстати, не крошу снизу реснички. Это от подружки Юлечки. Она иногда смотрит. Ну, наверное, смотрит, когда я ей только ссылки посылаю. Так она, наверное, не смотрит. Ой. Ну, потому что тоже она занятый человек. Она мама двоимяшек взрослых на год старше нашего Юлениски. Все время работает, работает, работает. Как, в общем-то, многие в этом мире в этой жизни работают, работают, работают. Чтобы жить, чтобы выжить, чтобы достичь каких-то желаний, целей своих. А мы вот сейчас в последнее время работаем, ну, не ради того, чтобы выжить там или что-то. Нам еще нравится это все. Козе нашего агентства. Правда, вы часто от меня слышите, что я там усталась и такое. Но это все от неустроенности. Она пройдет от неустроенности. И когда-то у меня начнутся видео. сплошной позитив. Потому что все будет, как это называется, на мази. Вот легко и просто. А, что про реснички-то я сказала. Вот внизу она не красилась. Юлечка, ты и я от нее научилась. Во-первых, не ограничивается взгляд. Как-то вот когда и сверху, и снизу глаза накрашены, то у меня такое впечатление, что как-то глаза ограничиваются. и в одной палочке внутри. Вот, с такими драться. Какая-то неколеса высохнет. А, нормально. Вот. А еще, иногда, когда сильно улыбаешься, то тушь вроде хорошая, но может размазать. Там что-то как-то осыпется. А так, когда сверху, то... Ну, еще мне так больше нравится. Хотя мне больше нравилось побольше красить их, главное. Тушим побольше там. Второй раз, третий. Но... Как-то это время занимает долгое. И у меня его на это нет. Давайте губ красить. Мне лучше нет зеркала. Я вчера, после бани, постригла сильно сначала, потом мужа. Ну... Замутила я все это ради того, чтобы муж постричь. Я тебе никогда не рассказывала, наверное. У меня такое странное есть... Такая странность у меня есть. Я, короче, очень люблю... Люблю короткие стрижки. Вот. Совсем короткие. Не просто короткие, а... Под машинку стрижем. Блин, что ж такое не будет? А, сегодня. У меня мужа. Очень шикарные волосы. Такие густые. Такие... В общем, очень хорошие волосы. Завидеть можно. Но я не люблю стрижки длинные. Какие-то длинные прически. Как он говорил вчера. А вот есть там какой-то такой. А здесь есть такой. А здесь вообще не люблю. Вообще мне это не нравится. Не нравится у кого ежик на голове. И вот я его вчера постригу. Как мне нравится. Под ежик. Так я, наверное, вставлю куда-нибудь видео и покажу. Думаю, пацаны не будут против. Они же не против были, что я их сниму. Ну, они знают, что я все на ютуб выкладываю. Денис говорит, ты на ютуб вывези. Я говорю, да, вывези. Я же люблю их такими, какими у меня есть. И вы любите. Мальтишки. Это воск. Это меня, Олечка, молчи. Сыратвивая парикмахера. Когда волосы... Ну, у меня мелирование еще пока есть. И вот они вытравленные, когда белые. Ну, в конце. Ну, как бы секущиеся, что ли. Их вот так, когда воском делаю, что они... Ну, вы сами видите, что объясняет. Ну, конечно, формы у меня никакой уже на голове нет. Стрижка была очень давно. И будет еще неизвестно теперь, когда. стрижка была. Ну, что я думаю. Что я говорила-то про стрижки. Короче, это настолько. У меня этот, я не знаю, бзик это не бзик. Ну, в общем, мое вот это отношение, оно настолько влияет, когда стрижка такая, какая я люблю. Я все время хожу, мне хочется все время подойти, поцеловать мужа, обнять. Меня прям такая любовь, в любовь, в любовь. А когда он обрушит... Нет, нет. И он знает об этом. Но почему-то затягивает. Затягивает эту стрижку, всегда ходит, такой оброшен. Но зато потом, вот я его стригу сама машинкой. Вот как только я его постригла, уже смотрю не на волосы, а вот на лицо, да, на голову вместе с прической. И это как Котя. Вернулся мой Котя. И он такой сидит, расплылся, он уже знает каждый раз, что вот это вот. Зачем мы оттягиваем это свое счастье? Ну, Дениска мне тоже больше нравится, хотя ему больше даже может идет. Ну, какая-то стрижка хорошая. Да вот с этой стороны прям волосы какие-то кривые. Хочешь, чтобы было красиво. Да, стрижка нужна, конечно, нужна стрижка. Ну, в общем, лысый Дениска мне тоже нравится больше, чем не лысый. Ну, ладно, что вот так вот, девчонки-мальчишки. Я готова. Готова к чему? Чтобы идти кормить козлят, давить коз. У меня обычно, когда настроение с утра появляется, чтобы видео записать, я потом вас и закидываю этими видео, не знаю, может, у вас сейчас будет время. Почаще со мной общаться. Такой не нравится, но с этой стороны... Какие-то вот палки торчат, а не волосы. Как-то на ночь мои вот так вот. Ну, это из-за того, что я сегодня только поправляла феном. А вчера сушила, спала, все заспала, все залахматила. Еще мы с мужем с утра вдохматили друг друга. Так, ладно. Ну, это уже такие интимные подробности. Все было классно. Да, ешки-нудришки. Вот так будет у меня. Нормально? А нет? Ну что ж... Вот это платье, которое сейчас на мне. Ну, вы его видели. Ну, я вам сейчас еще раз покажу. Оно очень нравится мужу. Так как мне нравится его прическа. короткостриженная, которую я вам покажу. Также ему нравится это мое платье. Сейчас покажу. А ну все, пока. Теперь, видите, я микрофон цеплю. Вот так. Так. Я выгляжу в этом платье. Вот так. Ничего так. Пойдет девочка в 51 год. Желаю тебе выглядеть лучше меня еще в 51 год.